На моем канале совсем нет роликов про РПГ, не то чтобы я прям не любил жанр, просто все эти онеме про миры, в которых сосуществуют технологии магии, орки и эльфы, демоны и ангелы, PlayStation 5 и Xbox Series X, у меня все это в печенках сидит. Из жанра меня привлекают игры в необычной для них обстановке. Именно поэтому я положил глаз на Treasure in Beatdown City. Страничка игры в стиме обещала смесь биты мапа и РПГ, пошаговой и реалтайм боевки, и все это в атмосфере а-ля Streets of Rage, дубль драгон и все такое. Интересно? Лично мне да. Так вот, прошел, и сейчас расскажу, почему вам стоит пройти. Мимо. А заодно и про то, как меня нехило так развели. Итак, недалекое, но очень правдоподобное будущее. Президент Блейк Арама, похожий на Петросяна, выступает с речью о мерах против новой всемирной угрозы ниндзя-террористов. Тут его эти самые ниндзя-террористы и похищают, требуя выкуп в триллион зеленых. Шеф полиции обращается к единственной троице, которой он может доверять. Лиза Сантьяго, его дочь. Рестлер Брэд Стиллер с прессом, будто он на решетке пивным пузом полежал. И просто веселый парень Брюс Максвелл, черный как Максвелл Хаус, по совместительству мастер капуэра. Эдакий пиксельный Эдди Гондон для нищих. Само собой, разумеется, троице предстоит спасти президента. Играется все это так. Передвигаешься по карте, лутаешься просрочкой в мусорных ящиках у пятерочки. Потом встречаешь врагов, читаешь диалог, начинается бой. На карте можно переключить бойца, особой разницы между ними я не заметил, если честно. Теоретически у всех них разные ХП, МП и стили боя. Брэд Пивное Пузо, спец по броскам. Максвелл Хаус капуэрист, так и хочется почему-то сказать капучинист. В броски он почти не умеет, ну и королева шейпинга Сантьяго средний вариант. В бою вы свободно передвигаетесь, можно немощно ткнуть врага в реальном времени. Остальные приемы работают через меню. Подходим к подонку, жмем Х, выбираем какими пиздюлями будем угощать из тех, на что хватит МП и очков хода. Либо враг съедает все, либо не все, либо сделает... Ответит контратакой или броском. МП восстанавливается само собой и за удачные комбо. Когда враг нападает, то можно контратаковать за счет очка хода или удара мести. Это такие супер-суперы, которые медленно копятся по ходу боя. Подобные атаки мне всегда напоминали мочевой пузырь. Терпишь-терпишь, а потом ссыш от души. Блок, ну и нихрена не делать. То есть отведать гостинцев прямо в будку. Если враг подкрался сзади, то можно еще развернуться, но от этого толку мало на самом деле. С тем же успехом могли добавить возможность пустить штаны. Сказать честно, первые полтора-два часа эта боевка развлекает. Но отсюда я, пожалуй, начну чесать за проблемы. Если продолжать играть, то понимаешь, что никакой глубины в ней нет. Она никак не развивается и более чем поверхностна. То, что со временем появляются новые приемы, не меняет подхода к ведению боя. Просто точно так же лупишь более мощными ударами и комбо более жирных врагов. Броски, кстати, просто юзлис. Подловить на них кого-то, кроме точных фанатов сектора газа, практически нереально. Особенно боссов. Проще всего гасить всех подряд обычными приемами, контратаками и ударами мести. Забавно, что иногда приходится мудохать безобидных велосипедистов и бегунов. Ну, я понимаю, что катающиеся по тротуару на лясике чуваки могут раздражать их место на дороге. Но бегунов-то за что? В такие моменты тебе кажется, что ты играешь за каких-то гопников-отморозков. Да, давай возьми вон ту коляску с младенцем и охуячей бабку, которая никак не может перейти дорогу. Потом разбегись и пони башку монтера, торчащую из канализационного люка, так, чтобы она оторвалась и насмерть убила слепого на углу. РПГ составляющая просрана, никакой свободы передвижения, как вы уже поняли. В нормальных играх можно походить, полутать, подкачаться, зайти в магаз, купить что нужно, продать что не нужно. Тут этого нет ничего, только мусорные баки поиногдам. Накопление уровней персонажей это вообще шутка. Левелап случается только после опиздюливания босса. Хотя тут, может быть, я спроецировал желаемое на действительное. Вполне возможно, игра и не задумывалась как РПГ, хотя теги в Стиме говорят об обратном. Но когда вы последний раз верили тегам в Стиме? Серьезно. И я не понимаю, зачем все эти реалистичные приемы, эти джебы, захваты, апперкоты, броски, это же пиксельная игра. Неужели нельзя было сделать что-то позрелищнее? Смотреть на то, как горстка пикселей несколькими пикселями тыкает в другую горстку пикселей, надоедает довольно быстро в 2020 веке, знаете ли. Да-да, идея была сделать как на Донде, но, мать вашу, вы можете сделать красивее, даже сохранив пиксельную стилистику. И при этом вы даете нечто, что возвращает игрока во времена немощных железок, которые просто не позволяли сделать круче. Да, это странная претензия, но для меня это важно. Стилистика стилистикой. Но на эту стилистику можно наложить крутые вещи, которые позволяют современные технологии, не утратив при этом стиля. Почему нет? Да и вообще, визуал больно уж скуден для игры за 450 рублей. Может быть, смотря это видео, вам так не кажется, но проведя в игре какое-то время, начинаешь это отчетливо ощущать. Враги во время диалогов корчат такие ебальники, что на них хочется насрать. Клянусь, если бы ко мне на улице подошел кто-то с такими щами и начал доебывать, то я бы уложил его с вертухи, а потом... Может быть, задумка как раз и была в том, чтобы нарисовать рожи настолько всратыми, чтобы их хотелось набить. Но так или иначе, артистическая ценность всего этого уходит в минус. Звуки восьмибитные, в целом приятные, музыка вроде бы неплоха, все дела там, чиптюн, но саундтрек настолько скуден, что уже через три часа игры ее просто хочется выключить. Мелодия начинает болтаться где-то между твоих ушей после того, как ты отошел от телевизора, закончив играть. И сейчас я должен немного вернуться к сюжету. То, что я сказал в начале видео, почти все. Есть еще какая-то банда байкеров с их приложением, из-за которого срутся те, кого ты пиздишь, но какой-то связи с похищением Эль Президента все это просто не имеет. Игра растягивается за счет пустой болтовни чуть ли не перед каждым боем. И эти диалоги, я более тупых, наверное, не видел. То, что несут эти безмозглые уебки, должно быть смешно? Ну так вот, знаете этот испанский стыд, когда в компании твой бухой, несмешной друган пытается быть смешным? Примерно так себя ощущаешь, читая всю эту срань. Писанина откровенно бездарная, даже за пост-мета-модерн-иронию не сойдет. Я 8 часов сидел с покерфейсом, ни разу не улыбнулся. 8 часов. И знаете, что меня ждало после них? Сообщение о том, что это всего лишь первая глава. А вот за это разработчиков следует повесить за яйца. Меня попросту кинули на бабки, это откровенный обман. Нигде на странице Стима не написано, что игра не полная. Вторую главу обещают бесплатно когда-то там в 2020-м, но есть у меня подозрение, что она не выйдет вообще. Потому что лохов вроде меня, которые повелись, не так уж и много, если судить по числу отзывов в Стиме. Да и даже если выйдет, я терпеть не могу возвращаться в игры по прошествии какого-то продолжительного времени. Особенно если это, мягко говоря, не самые лучшие игры. Какие можно сделать из всего этого выводы? Лично у меня чувство, что вся работа над игрой вращалась вокруг боевой системы. Она хотя бы поначалу интересна, но даже ее толком не смогли развить. А дальше сплошная халтура, надоедливая музыка, скудная графика, диалоги и рожи людей с несколькими лишними хромосомами. Да еще и откровенная кидалова с выпуском по главам. Мне за полную стоимость продали сраный обрубок игры, которая даже будь она закончена, все равно оставалась калом. В общем, если увидите, то подальше держитесь от этой параши.